Здравствуйте друзья, ряженый фанерный генерал, наглядно показывает куда подевались деньги на ремонт ЖКХ, трубы и сварщики. Какие новенькие блестящие ракеты. На новые трубы для отопления денег нет. А вот на ракеты, на ракеты деньги найдутся. Нам вообще надо на сегодняшний день, на первенстве 300. На сегодняшний день главное не тепло в дома людям пустите. В Подольске, Новосибирске. Главное чтобы ракеты летели на 300 км вперед. Валенки обуваешь, 4 свитера сверху натягиваешь. И стоя в очереди за яйцами, согреваешься мыслью о том, что ракеты аж на 300 км вперед полетели. И за 300. И за 300. И в два раза повысили мощность это вылезти. Она также часто боевая часть. Получается боевая часть около 800 кг, которые вылезли. Было 450 кг, стало 800 кг. Просьба в магазинах больше не возмущаться, почему все подорожало в два раза. А понять, что боевая часть в ракетах была 400 кг, а стало 800. Все железо всех сварщиков прямо сюда на завод загоняй. А россияне охрен с ним, пусть без отопления мерзнут. Вот они, вот они трубы новенькие, свежепокрашенные, на складе лежат. Ах, пустить бы их под землю сейчас, пустить теплоноситель дать людям тепло. Но Шойгу говорит, не, надо все на бессмысленную войну потратить. Еще так, везде, везде. То есть мы, в принципе, по крыльям за первое полугодие по этому цеху выполним задачи производства года. И перейдем сразу на 2025 год. Короче, до 2025 года надо будет в валенках и свитерах потерпеть. Ну, а там недалеко и до 2026. В России начали бензин продавать в рассрочку. Ну, чтобы удобнее было, жителям самой богатой природными ископаемыми страны мира, на китайском автомобиле съездят за микрокредитом. Кстати, что за полумеры? Почему машину на мойке в рассрочку нельзя помыть? Кофе в стаканчике на заправке почему нельзя купить в рассрочку? Слушайте, такое я вижу впервые. Хотел немножечко омыть заднее стекло. Собственно, что происходит. Прикольно, да? А вода льется у меня в салон. Но не на заднее стекло. Чудеса китайских автомобилей. Новости из категории импортозамещения. Православных славян в Омске лечит Марио из Нигерии. Это обычный прием пациента в одной из омских поликлиник, только доктор совсем необычный. Марио приехал в Омск из Нигерии с твердым намерением воплотить мечту – стать врачом. Люди, которые политикой не интересовались и которые интересуются, а куда делись все врачи, почему нас лечат Марио из Нигерии – это, как правило, одни и те же самые люди. Очень позитивный доктор, очень внимательный, всегда подберет эффективное лечение. Марио нажимает на клавиатуре Ctrl-C, Ctrl-V и вставляет из буфера украденный текст, таким образом назначая самое эффективное в мире лечение. Я каждый день скажу себе спасибо, что приехал. Такой веселый, беззаботный Марио. Сразу видно, ему еще не встречались омские подростки, которые пересмотрели слово пацана. Есть такие фразы, я могу сказать, русскими сдаются. А фразу «ты из какого района, Чушпан, Марио еще не слышал?» Думаю, скоро услышит. Когда был маленький, из каких-то игр, Марио, из-за этого я смотрел Марио. В России Марио встретил и свою любовь там, на Алтае. Переехали в Омск, сейчас вместе работают. Типичная российская молодая семья. Традиционные семейные ценности. Бабушка как бы скептически к этому отнеслась. Но сейчас они очень хорошо общаются. Она звонит мне и говорит, где там Марио. Бабушка сначала скептически относилась, но телевизор ее переубедил. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину «Гордон Шоп» мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин «Гордон Шоп» – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко «Гордон в шоколаде», и носки, и зефир «Гордон», и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в «Гордон Шоп», покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Никите Михалкову заблокировали YouTube-канал. Побесогонил немного и хватит. Укрепление с песком в Белгороде. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Рассыпались за одну неделю. Нет обстрелов, нет. От дождя. Какое ПВО? Такие и укрепления. В Уфе, столице Башкортостана, люди вышли на площадь водить хоровод. Пресс-секретарь говорит, никаких массовых беспорядков в Башкортостане не было. Я не согласился бы с формулировкой «массовые беспорядки» и «массовые протесты». Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые скорее, наверное, относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка исключительно. Война – это мир. Свобода – это рабство. А массовых беспорядков не было. Подмосковье. Люди сами для себя убирают снег. Сами платят налоги и сами его убирают. Идеально. «Привет обмануты россияне. Они стоят в очередь, чтобы набрать в канистру воды из цистерны привезенную с какого озера, якобы кем-то освещенную. А мозгов у них не хватает понять, что в крещении любая вода становится крещеной. Достаточно просто поставить кастрюльку с водой на балкон. Но, б***й, народ, он привык стоять в очередь за водой, чтобы набрать воды в канистру. Внушить себе, что она освящена гундяем-патриархом Кириллом, и потом, значит, пить эту воду, думая, что все их грехи им Господь простит. Простит смерть украинцев, простит войну, развязанную их страной. Главное – успеть набрать водички из цистерны. Нет, это все. Я не могу на этот маразм смотреть. Это маразм. Это маразм 21 века. Просто. Сам удивляюсь, кто это до сих пор смотрит. А есть еще и такие, кто подписывается. Есть еще даже такие, кто нажал колокольчик. Сам в шоке.